Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Мы продолжаем знакомство с Кубой и сегодня поговорим о городе Варадеро. В прошлом обзоре мы разбирали провинцию Матансас. Если вы не смотрели обзор, кликайте на подсказку в правом верхнем углу. А город Варадеро решили выделить отдельно. Если вы новичок на нашем канале и не подписаны, подписывайтесь и жмите на колокольчик. У нас много интересного. Начинаем с географии и смотрим на карту. Варадеро – это курортный город в провинции Матансас на Кубе. Он расположен на полуострове Икакас в 140 км к востоку от Гаваны. Полуостров, на котором расположен курорт, простирается на 20 км в океан и имеет ширину всего 1,2 км в самой широкой его части. Мыс Икакас, по виду напоминающий клюшку для гольфа, является самой северной точкой Кубы. Город Варадеро омывается водами Атлантики и Мексиканским заливом. В провинции Матансас есть международный аэропорт Хуана Гуальберта Гомеса. Расстояние от аэропорта до центра Варадеро – 33 км. Варадеро – это главный курорт Кубы. Здесь расположено множество первоклассных отелей, клубов, ресторанов. Есть даже гольф-поле – единственное о стране. Днем вы сможете наслаждаться пляжами и теплым прозрачным морем. А вечером открываются ночные клубы, дискотеки и рестораны, которыми славится Варадеро и при желании вы сможете их посетить. Варадеро, да и в целом Куба – это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Это место, где запах свободы, беспечности, рома, сигар и кофе переплетаются с запахом нафталина, Советского Союза, некой грусти и в то же время радости в глазах местных жителей. Это уголок земли, где не только можно уйти в отрыв, распевая ром и танцуя сальсу в ночных клубах, но и место, где можно сесть на берегу океана и подумать о жизни. Особого явного деления на районы в городе нет, так как это один курорт длиной в 20 км с одинаково хорошими пляжами везде. Но все-таки можно разделить Варадеро на три зоны. Первая зона – от отеля Оазис до отеля Меркурий – само поселение Варадеро. Здесь сосредоточены практически все рестораны, бары, кафе и парки. Также здесь вы найдете большое количество отелей эконом-класса – 3-4 звезды. Практически все состоят из одного здания и имеют небольшую территорию, так как находятся в городе. Некоторые из них – это бывшие дома отдыхов для кубинцев. По большой части здесь отдыхает молодежь, которой не так важен уровень отеля и высокий сервис. В высокий сезон здесь бывает очень шумно. Вторая зона – от отеля Борчелла Салимар до отеля Иберстар Тайнос – середина Варадеро. Здесь уже начинается чисто отельная зона. Тут находятся хорошие отели 4-5 звезд с разной ценовой политикой. Практически у всех отелей есть своя большая территория. У кого-то больше, у кого-то меньше. Здесь есть несколько ресторанов и клубов. Туристы здесь разные – от молодежи до пенсионеров. И третья зона – от отеля Меля Лас Антилас до отеля Блау Марина Варадеро. Самая дальняя часть Варадеро. Практически все отели 5-звездочные, высокого уровня, высокого кубинского уровня. Есть несколько отелей 4-х звезд, но чаще всего цены у них выше средней. Конечно, сразу бросается в глаза практически полное отсутствие тусовочной молодежи. Только если молодые парочки, которые приехали в свадебное путешествие. Здесь в основном отдыхают семейные пары с детьми и без и люди преклонного возраста. Теперь поговорим о климате. Климат Варадеро – мягкий, тропический, посадный. Среднегодовая температура составляет здесь плюс 25 градусов. Отдыхать здесь можно круглый год. Больше всего туристов приезжает с ноября по апрель. Пик сезона – это зимние месяцы, благодаря самой стабильной погоде. Дождей практически не бывает, океан всегда хорошо прогрет. Но и отдыхающих, соответственно, в этот период невероятно много, а цены взлетают максимально. Самым холодным месяцем на курорте считается январь. Температура в среднем до плюс 22 градусов. А самым жарким – август, когда температура доходит до плюс 28-32 градусов. Опять же, мы говорим о средней температуре, для любителей покомментировать. Сезон дождей приходится на летние месяцы, с мая по октябрь. Поэтому зимние сезоны более популярны для отдыхающих на этом курорте. Сентябрь и октябрь называют периодом ураганов. И если и случаются на Кубе природные катастрофы, то приходится это на это время. Но опять же, ураганы приходят только время от времени. А температура и в этот период держится неплохая. К концу апреля на Кубе начинается миграция крабов. На что очень любят смотреть туристы. И что приносит массу неудобств самим кубинцам. Крабы тысячами выползают на дороги, забираются в дома и во всевозможные щели. Много неприятностей, зато красиво. Теперь давайте поговорим об отелях и вообще, где можно жить в Варадеро. Что вам больше всего по душе? Огромный отель или вилла местных жителей. С возможностью есть домашнюю кубинскую еду. Варадеро есть и то, и другое. На курорте масса 4-5 звездочных отелей, которые работают по системе «Все включено». Этот формат отдыха всем знаком и понятен. Много людей, еды, развлечений, бассейны, анимации, рестораны. Есть на полуострове и другой вариант. Это частные дома кубинцев или касса. С тех пор, как кубинцам разрешили сдавать туристам дома, этот вариант среди путешественников по всей Кубе стал самым популярным. Что из себя представляет эта касса? Туристам сдают одну комнату, где живут сами кубинцы. Пусть сами кубинцы живут бедно, но у туристов всегда есть отдельный душ, кондиционер, холодильник, плюс красивые террасы, кресла, качалки, иногда даже небольшой сад. Такие кассы дешевле отелей. Комната на двоих составит примерно 25-30 евро. Завтрак из омлета и свежих фруктов, как правило, включен. Также можно заказать обед и ужин. И хозяйка специально для вас приготовит какое-нибудь фирменное блюдо. Вот несколько вариантов. Вы сейчас видите на экране именно этих касс. Вместо названий улиц, вородеву номера. Мы всегда упускаем момент, что же попробовать на том или ином курорте. Давайте посмотрим, что попробовать вородера. Не стоит ожидать от кубинской кухни чего-то невероятно экзотического. Ее три кита – это курица, рыба и лобстер, которые составляют основу меню большинства кубинских ресторанов. На самом деле, многие кубинцы в жизни не пробовали лобстеров. Слишком это для них дорого. Зато туристам их предлагают повсеместно. В роли гарнира с филе курицы или рыбы обычно подают горы риса, фасоли или кукурузы. С овощами и фруктами дела обстоят интереснее. Вам на выбор или все вместе. Сладкий картофель батат. Крупные несладкие бананы, которые вкусно жарят и запекают. Море манго, ананасов, папайя, гуава и всего прочего. На кубе как воду пьют свежевыжатые соки и ром. Плюс все из него производное. Два самых популярных коктейля с ромом – это куба либра и мохито, которые кубинские бармены могут приготовить даже с закрытыми глазами. Рестораны и бары Вородея, где плотный обед или ужин будет вам стоить в районе 10-15 евро, вы сейчас видите на экране. Теперь давайте поговорим о транспорте и вообще как передвигаться в Орадеро. В таком длинном городе без транспорта не обойтись. Самый популярный вариант – это двухэтажные туристические автобусы, которые с утра до вечера курсируют по полуострову. Билет стоит 3 евро и на нем можно ездить весь день. Коко-такси, которое по форме напоминает кокос, а на самом деле является чем-то вроде трехместного велосипеда, тоже популярное средство передвижения вообще на всей Кубе. На полуострове их тоже хватает, как и красивых повозок с лошадьми, которые здесь используют не только для фотосессий и свадеб, но и просто, чтобы вечером доехать до баров. И, конечно же, такси. Не обычные такси, а кубинские, то есть американские и советские ретро-машины, кататься на которых не всегда комфортно, но зато очень волнительно. Таксисты на Кубе часто хитрят. По прибытию они могут вас огорошить тем, что назвали цену за пассажира, а не за всю поездку. Поэтому уточните этот момент заранее. Смело называйте цифру в два раза меньше той, что предлагает таксист, и ждите, пока он уступит хотя бы немножко. А также рассчитывайтесь без сдачи. Иногда таксисты делают счастливое лицо, мол, вы дали им отличные чаевые и убегают, так и не верну вам положенное. Теперь переходим к пляжам. На вопрос, где лучший пляж, нет однозначного ответа. 20 километров береговой линии полуострова и Кака занято пляжами, и все они несравненно хороши. Общее их название – Вородера Бич. Берег разделен на несколько пляжных зон, каждая из которых носит свое имя. Но все это чистые условности. Пляжи открыты для всех желающих и посещение их бесплатно. Вы арендуете лишь лежак, или вовсе обходитесь без него, потому что здешний песок исключительно мягкий. На каждом пляже дежурят спасатели, в обязанности которых входит и оповещение отдыхающих о приближающемся шторме. Осторожность следует соблюдать и при виде медуз, которые частенько скапливаются у берегов. Приближаться к ним не стоит, поскольку их прикосновение вызывает сильные ожоги на коже. Сейчас вы видите на карте 5 пляжей, которые мы выделили. На наш взгляд, это самый оптимальный вариант. И закончим мы обзор достопримечательностями. Варадыра абсолютно курортное место, так что выдающихся достопримечательностей здесь нет, а те, что есть, морально и физически устарели. Но все же есть несколько мест, которые стоит посетить, если надоест сидеть в отеле. Первое это дельфинарий. Его должен посетить каждый, особенно если вы едете с детьми. Стоимость шоу на взрослого 15 евро, на ребенка 5. Плавание с дельфином где-то 95-73 евро соответственно. Еще одно место это парк Хасоне. Самый большой парк города Варадыра. Здесь можно увидеть различные растения, птиц, искусственное озеро, несколько ресторанов и прочие интересные вещи. Конечно, многое нуждается в ремонте, но все равно стоит посетить. Еще это место можно использовать для фотосессии, чтобы разбавить ваши фотографии с пляжа. Еще одно место Кабаре Медитиранио. Не самое лучшее кабаре шоу на Кубе. Но если вы никогда не были в подобных местах и у вас не будет возможности посмотреть Кабаре шоу тропикана в Гаване или хотя бы в Матансасе, то сходите сюда. Раз в жизни, думаем, стоит на это посмотреть. И пещера Амбросия. Это пещера, наполненная сталагмитами и сталактитами, а также летучими мышами. На стенах более 50 рисунков до Колумбовой эпохи. Действительно, интересно прогуляться. Немножко, правда, жутковато, но интересно. Только советуем одевать удобную обувь, так как под ногами камни и внутри может быть сыро. Вход 5 евро. На этом мы заканчиваем свой обзор. Если мы что-то упустили, напишите нам в комментариях. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного. Продолжение следует...